Министр природы и цикличной экономики Гульнара Рахматулина в дар от ведомства в Международный день птиц привезла корм в Центр спасения диких животных. Основными пациентами Центра являются птицы-хищники. Тем не менее, два мешка злаков пришлись очень кстати. На территории Ульяновской области министерство совместно с волонтерским движением ЭК-Армия проводит ежегодные мероприятия по развешиванию кормушек. Это первое. Второе, мы проводим тематические площадки среди школьников, студентов. Ведь мы понимаем, что проводя эти тематические площадки, мы в первую очередь привлекаем и призываем жителей Ульяновской области неравнодушно относиться к окружающей среде. Сегодня в Центре содержится несколько десятков птиц, многие из которых хищники. Руководитель Центра рассказал, что диким животным найти корм сложнее. Ведь если сову, например, кормить только магазинной курятиной, она погибнет. И дело тут не в какой-то особенной неестественности мяса. Дело в том, что хищники поедают добычу вместе с перьями, которые выступают в роли абсорбента. И его не заменят никакие лекарственные препараты. Вообще птиц здесь стараются после лечения выпускать. Однако это не всегда возможно. Все птицы у нас, получившие какую-либо травму, либо по причине столкновения с человеком, либо по каким-то другим причинам, и те птицы, которые не подлежат выпуску обратно в природу. Все остальные, которые вылечились, которые восстановились, мы их всех уже отпустили. Однако есть и те, кто вследствие травмы не сможет выжить в дикой природе. Это раненые любителями пострелять солнечные орлы, орланы-белохвосты, сбитые машинами филины. У старых птиц, как и у пожилых людей, плохо срастаются кости. Центр располагается в парке Победы. И если вы захотите помочь кормам для хищников, прежде чем закупать мясо, сначала обратитесь к сотрудникам. Ведь хищникам далеко не все подойдет из того, что может предложить рынок. Павел Половов, Герман Баранов, Уллправда ТВ.